значит как уже говорилось повторение одну вещь я прям таки даже не сказал в прошлый раз к и сейчас мы запустим наш питончик и я ее туда покажу вот эта вещь связана с арифметическими операциями ну мы значит из первой или второй лекции я точно не помню знаем что кто не есть арифметические операции сложения умножения деления остаток отделения который работает даже вот так вот честно не знаю что это такое надо почитать но факт остается фактом вот остаток отделения до операция остаток отделения определена для вот этих вот псевдо вещественных чисел не знаю как правильно назвать вот так вот деление да значит у меня в плане написано но я считаю своим долгом напомнить что операция присваивания имеет как все а также си плюс плюс и java варианты в виде операции скажем прибавление да ну или допустим вот такая вот и в простейших случаях а плюс равно что то то же самое что а равно а плюс что то но не всегда если объект у нас модифицируемый это мы видим и на следующей лекции посмотрим если объект нас модифицируемый то операция прибавления отличается от операции имя равняется имя плюс что то вот но для для константных объектов например для целочисленных это операция ровно такая да ну что получается когда мы пишем а равняется плюс плюс 45 у нас вычислить берется это 45 у нас это 45 у нас берется содержимое объекта на который указывает имя а создается объект 45 если он еще не существовал они складываются получается новый объект который связывается именем а вот этот вот объект куда-то девается в то же самое абсолютно происходит когда пишем вот так вот если повторяю объект не модифицируемый то есть у нас создаются новый объект он связывается им яма предыдущие куда так вот вы могли заметить что вот эта операция деления эта операция вещественной если мы сделаем вот так мы получим число как это дешевую пластиковую имитацию 2 3 вот для того чтобы выполнять как во втором питоне между прочим и как все деление целочисленное есть отдельная операция вот она вот видите вот это я просто забыл сказать операция возведения в степени нас было в прошлый раз но все это не так интересно еще раз про так называемые математические сравнения да если мы пишем что-то типа 3 меньше 5 меньше 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 23 вот и получаем в ответ true это буквально означает что мы выполнили операцию вот такую 3 меньше 5 and 5 меньше 23 вот такую соответственно в лекции был вопрос про true и false и он остается вот вы его сами пожалуйста разрешите но где-то вот в этом диапазоне ответ на него лежит вот согласитесь что вот такая надпись их там может быть много не только три такая надпись гораздо проще читается чем вот такая хотя по сути это одно и то вот как я понял из некоторых вопросов которые мне задавали люди решающие домашние задания есть проблема с по непониманием что такое пустой объект питания вот поэтому я это повторю еще раз значит пустой объект может быть объектом любого типа точнее сказать в любом классе может быть определен объект пустой мы потом если успеем посмотрим как ты реализуется там просто должен быть соответствующий метод который возвращает любит true либо холлс был метод вот и любая любая логическая операция над объектами скажем так сам объект может считаться биологическим выражением связи с этим да если он не пустой то он как бы true если он пустой то он как бы false вот и соответственно любая операция над логически над любыми объектами логическое допустимо можно писать что-нибудь типа такого 1 2 3 and там вот так вот и у нас получится вот это второе потому что и это второе второе свойство у нас операции and работает так если первый объект пустой возвращается первый объект а если он не пустой возвращается второе вот данном случае первый объект не пустой а вот этот объект пустой это пустой список ну или этот объект пустой вы нет не это это пустая строка а это допустим ну не знаю там а это пустое число вот соответственно операция or работает прямо противоположным способом если первый объект пустой возвращается второй а если он не пустой возвращается первым вот домашнее задание которое нужно было сделать там была была программка которая очень 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 короткая где нужно было вывести первый первый из непустых объектов решается вот с помощью именно этих операций имейте ввиду вот подсказка для тех кто этого не сделал строка но у которую там надо вывести в случае если два объекта пустые она не пустая вот еще одно свойство которое просто упомянул хотя его и хотя его и не ну вроде бы она довольно понятно это частично вычисление выражений а именно ситуации когда у нас помните значит если у нас н то если первое утверждение уже пустое то второе утверждение вообще не вычисляется можно написать что-то типа а равно нулю и написать что он типа а не равно нулю н единиц делить на а ничего страшного не получится единиц на у нас не вычисляться именно потому что у нас в операции and они равно нулю и 2 2 2 транс не вычисляется вообще вот еще одна штука которую я говорил очень наспех и которую видимо придется проиллюстрировать достаточно аккуратно это клауза лс в операторе вайл что есть далеко не во всех языках программировать кажется в модуле 3 давайте попробуем какой-нибудь какой-нибудь примерчик я знаю они вот да значит вот какой примерчик напишем значит вы помните как работает условный оператор и как работают оператор вайл в питоне выражение которое стоит в основном оператор это вообще любой объект питона потому что он либо либо пустой люб не пустой вот дальше идет так называемый дэнтед блок и в этом моменты блоге сайт блоки содержится тело условного оператора или оператора цикла случае условно оператор там еще есть лс и елив и лс но это могут быть но это уже дело прошлого прошлой лекции не думаю что там было что-то сложно вот что же касается что же касается оператора вайл но давайте давайте мы реализуем какой-нибудь типичный алгоритм типичный алгоритм поиска первого вот мы значит у нас инициализация да значит помним что цикл состоит из четырех пунктов инициализация условия тело проверка давние проверка условия тело изменения инициализация это вот первого объекта ну допустим какой-нибудь пускай будет, не знаю, там, eval от input и n-n-n-n-pust, это n. Вот, while a, значит, цикл до тех пор, пока у нас объект не пуст. Если при этом a, ну не знаю, тип a, допустим, из str, значит, сейчас я расскажу про eval, я про это тоже говорил, это тоже неплохо бы представлять себе, тогда мы говорим, что всё, мы нашли во вводе строку, это строка, вот, и говорим break. Оператор break, как и во всех других языках программирования, просто выводит нас оперативно за пределы цикла, без проверки условий, без всего. Оператор continue, который я не показывал на примере, делает прям, делает немножко другое, он нас перескакивает в обход всех остальных операторов в теле цикла, перескакивает в выполнение на проверку условий вот сюда, на строчку номер 4. Вот, ну вот, значит, здесь мы должны написать изменения, а изменения это ввод очередного значения, вот, и вот тут вот мы должны написать, что строки нет, потому что строки был, ну, ну, за весь цикл строку не нашли. Но проблема состоит в том, что мы для этого должны выяснить, что вот этот кусок кода не выполнялся. Ну, на прошлой лекции приводились рецепты завести логическую переменную, которая здесь устанавливается в true или, наоборот, в false и, соответственно, проверяется здесь, но в питоне есть способ проще, этот способ называется клауза else к оператору цикла. Клауза else к оператору цикла работает ровно так же, как она работает к оператору if. Если вот это условие было ложным, тогда выполняется клауза else. Если же мы из цикла вышли не... У меня большая просьба, говорите погромче, отсюда довольно плохо слышно. На наших лекциях можно говорить, даже нужно, если вам что-то непонятно, ну, желательно по очереди. Вот. Но, пожалуйста, делайте это так, чтобы было слышно всем, потому что, ну, аудиторию условно таким образом, что меня слышно хорошо, а вас слышно несколько хуже. Чёткость страдает. Вот. Не тише, чем я, по крайней мере. Спасибо. Так вот, клауза else к оператору while работает в том случае, если это условие оказалось ложным. Если мы вышли с помощью оператора break, то, соответственно, никаких вот этих вот строк не выполняется. Это означает, что в типичном таком алгоритме поиск первого, когда мы вводим всю последовательность, пока она не закончится. Ну, в данном случае, пока не придёт пустой элемент. И проверяем наличие в этой последовательности чего-то. И если оно там есть, то цикл сразу закончился. Вот такое вот красивое элегантное решение, не требующее заведения дополнительных перемен. Вот. Пара слов, и это тоже, что я хотел рассказать сегодня в качестве повторения, относительно строчки номер 3, где написано вот так. Значит, что это такое? Функция input в третьем питоне, в отличие от второго, вводит всегда строку. Ну, довольно удобная штука, вводится строчка, в этой строчке работает. Для того, чтобы оперативно и беспроблемно наше домашнее задание решать, можно воспользоваться таблеткой, которая называется Eval, и которая делает вот что. Ей, этому Evalу передают строку. Ну, давайте покажу, раз уж. Этому Evalу передают строку, ну, например, вот такую, там, не знаю, 1, 2, 3. Это строка такая. А Eval от этой строки делает вид, что это некое выражение питона, и его вычисляет. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Это тюпль, так называемый кортеж. Я не знаю, вот какое слово более правильное, нерусское слово тюпль или русское слово кортеж в этом случае, но в нашей, в российской литературе принято называть тюпли-кортежами. Вот. В принципе, мы даже можем написать вот так вот. А, B, C равняется Eval от S. Питон умеет распаковывать последовательности, которые стоят справа от операции связывания, и запихивать их поэлементно в то, что стоит слева. Вот этим-то, вот этой-то таблеткой, ну, точнее, даже не такое, скажем, А, B, или там, X, Y равняется Eval от input. Я предлагаю пользоваться, потому что сейчас вы можете написать буквально следующее, там, вот так, запятая, вот так вот, и получить, что в X у вас приедет число, а в Y у вас приедет строка. То есть вы вводите просто какие-то через запятую выражения питона, Eval их превращает в кортеж, а операция множественного связывания, она же операция равно, раскладывает их по нужным переменам. Так что вот всякие вот упражнения, чтобы что-то там вводить по многу раз, а потом вот это как-то еще во что-то превращать, они, ну, как бы, не нужны. Другое дело, что сегодня будет это в домашнем задании, что функция Eval, она опасная. Сегодня в домашнем задании будет придумать что-нибудь, ну, давайте я ради интереса покажу вот так. 100 умножить на 100, а здесь, ну, не знаю, там, Q plus ZZZ. И смотрите, вычислил, да, выражение питона, которое вы передаете Eval, вычисляется. Вот. Что еще интереснее, давайте, допустим, допустим вот так вот, Eval от input и input. А здесь я напишу, например, X умножить на A. Видали? Мало того, этот Eval лезет в текущее пространство имен, находит там переменные имена X и A, обращается к ним, ну и так дальше. Вот если я, например, удалю переменную X, ну, имя X, тогда вот эта штука не заработает. Он говорит, нет, имя X не определено. Eval – это полноценная вычисление, полноценная интерпретация строки питона, которая лежит в строковом объекте. Вот. По этой причине в домашнем задании будет придумать, чтобы такое ввести, чтобы питон снесло крышу совсем, чтобы он выполнил произвольный код, например, или чтобы он сожрал всю память или еще чего-нибудь. Вот. Ну, хотя бы придумать, не обязательно выполнять это на своем компьютере. Ну, можете попробовать. Вот. Значит, призываю пользоваться этим EvalInput. Теперь, значит, мы возвращаемся к нашей программе, которая реализует стратегию поиска первого, и в этой стратегии все очень просто, значит, проще некуда. Единственное, что там используется, используется клауза ELSE в том случае, когда выход из цикла происходит по брейку. Происходит не по брейку. И работает это примерно таким образом. Вот мы что-то вводим, мы опять что-то вводим, мы вводим какой-то список, мы вводим какой-то кортеж, пустой, например. Ой. А он говорит, строки нет. Что это означает? Это означает, что наш, давайте напомню, как у нас выглядела программа, что у нас цикл-то был до тех пор, пока объект не станет пустым, и мы ввели пустой объект. Eval взял эти две скобочки, превратил их в пустой кортеж. Про кортеж мы сегодня как раз поговорим. И наше выполнение закончилось. Ну, если кому вот эта вот выделенная черным сейчас строчка окажется незнакомой, а мы про нее ничего не знаем, ну, давайте тогда вот так напишем. Опа. Как только тип нашего объекта оказался строкой, мы вывалились из цикла с диагностикой строка есть, и поскольку мы из цикла вывелись по клаузе по оператору брейк, клаузе не выполнилось. Ну, что мы, собственно, и хотим. Можно. Это не является выражением питона. Да, значит, для того, чтобы вычислить... Да, операция связывания не является арифметической операцией, не является выражением, в отличие от си, в котором она является выражением. Поэтому, если мы напишем вот так вот, она скажет, что это невозможно интерпретировать как выражение. Для того, чтобы выполнить произвольный кусок кода, в питоне есть функция экзер, но она нам не нужна. Ну вот, это то, что я хотел... Давайте еще раз посмотрим на этот файл. Это то, что я хотел рассказать про клаузу ELSE в операторе цикла. Про распаковку с помощью Eval я уже рассказал. Ну, в общем, все я рассказал. Вот. Про распаковку и про ввод с помощью Eval. Преобразование типов с помощью Eval. Еще один разговор про то, как решать домашние задания, он такой чисто для проформы. Я думаю, здесь собрались люди, которые примерно понимают, как программировать. Вам понадобится текстовый редактор. Желательно такой, в котором удобно набирать тексты на языке программирования. Вам не понадобятся страшные и ужасные DE. Ну, скажем так, если вы к ним привыкли, то понадобятся. А так, в принципе, не обязательно. Страшные и ужасные DE типа Eclipse, NetBeans, там еще всякого P-Charm и прочей ерунды. Вот. Но они вам не помешают, если вы найдете, куда оно складывает файл на питоне. Вот. Соответственно, как видите, я пользуюсь на автомате редактором Vim. Это то, чем я пользуюсь, ну вот, если забываю о том, что его нельзя рекомендовать новичку. Вот. Если вы не знаете, что это такое, не пытайтесь начать с редактора Vim. Хотя, знаете, по-моему, есть такая штука, называется VimTutor. Сейчас попробуем. Вот. В принципе, если мне не изменяет память, он достаточно прилично показывает основы работы с редактором Vim. Вопрос только в том, насколько вы действительно рассчитываете им пользоваться в дальнейшем. Дело в том, что работа, модификация текста и... Что-то у меня диск медленно шуршит. Модификация текста любого произвольного текста и работа с ним в редакторе Vim намного более быстрая операция, чем где бы то ни было. Вот. Наверное, в нашей лекции не входит разговор про Vim. Просто скажу, что такая штука есть. Называется VimTutor. Вот. Он даже переведен на русский язык. Ладно. В общем, не буду его дальше проходить. Вот. Если у вас, ну вы действительно подумали, что это не ваше, то такая, что называется, выбор редакции, это редактор Gini. Вот он. Это такой типичный, типичный, маленький-маленький легковесный IDE, в котором есть редактор, есть какие-то сценарии запуска программы, сценарии компиляции, какая-то работа с проектами. Ну, в общем, все более-менее на уровне такое. Единственное, что с этим редактором Gini надо сделать, и также с другим редактором, с которым вы намеритесь работать, когда будете писать программу на питоне. И это взять, вот где-то тут должна быть настройка. Ну да, где-то она тут есть. Настройка. В этой настройке надо найти поле редактора, в этом поле редактора надо найти отступ, и вот здесь вот написать пробелы. Вот. Ни в коем случае не пишите файлы на питоне, в которых есть табуляции. Значит, для тех, кто не в танке, табуляция – это такое удобство для людей, которые печатают на печатных машинках механических. Когда, значит, там на линеечке расставлялись такие прищепки, называемые табулостопами, и для того, чтобы печатать таблицы на механической машинке, ты просто нажимал кнопочку табуляции, и каретка сдвигалась до следующего табулостопа. Поскольку люди, которые разрабатывали устройства ввода-вывода, афальтно-цифровые, это были те же самые люди, которые разрабатывали печатные машинки, то в них тоже были табуляции, и они до сих пор до наших дней дожили. Это такой символ, который, по идее, должен вызывать перемещение. Один символ – вызывать перемещение курсора на количество знака мест, кратных, кажется, восьми полмолчания. В общем, если в вашем файле есть табуляции, то начнется жуткая чехарда, а поскольку питон – это язык, в котором сдвиг имеет значение, эта чехарда может, например, вызвать синтактические ошибки в вашей программе. Поэтому везде, где вы видите, заменяйте табуляции на пробелы, и даже, мне кажется, даже, мне кажется, где-то тут должна быть кнопочка «Заменять табуляции пробелами». Все-таки файлы, да? Вот, «Заменять табуляции пробелами». Вот этот кнопчик. В другом редакторе, который вы будете использовать, делать то же самое, потому что вам будет удобнее жить. На самом деле, есть еще один инструмент, который не то чтобы я совсем не рекомендовал бы, наоборот, я его рекомендую. Он приезжает прямо вместе с питоном, он называется «Idle». Написал его сам, ну, в случае Linux, «Idle 3», потому что Python 3. Написал его сам Гвида. Это такой одновременно и редактор, и интерпретатор командной строки. Вот здесь вы можете написать что-нибудь вот такое. вот, и тут же его выполнить. И здесь будет, видите, даже с раскраской интерпретатор командной строки какой-то, но, к сожалению, у него, на мой вкус, не очень удобная работа, собственно, с командной строкой. Если вы напишите вот так вот, допустим, да, print 10, ну, там 10, и захотите эту строчку повторить, то это будет выглядеть вот так. Вы подгоняете курсор, нажимаете «Enter», она внезапно появляется и вводится. Ну, немножко не классический вариант интерпретатора командной строки, но зато, зато прям встроенный в вот это все. Вот. К слову сказать, Айдл – это не просто так. Это аббревиатура от ИДЕ, еще букву Л, не знаю, зачем она там, Integrated Development Environment, да? Вот. А еще это фамилия одного из актеров, игравших в сериале Монти Пайтон и все остальные там. Их там было несколько. Вот. Значит, звали его Эрик Айдл, догадайтесь, как называется вторая большая такая легковесная среда для разработки на Питоне. Ну, разумеется, Эрик. Вот. Ну вот. Значит, вы пользуетесь текстом-редактором, на самом деле, каким хотите. Вы регистрируетесь на факультетском, факультетской системе поведения Олимпиад, которую мы используем для проверки домашних заданий. Вот. Там регистрация совершенно свободная, просто приходите, регистрируетесь, идете по ссылке задачи и прямо туда попадаете. Вот. И вы туда помещаете свою программу. Обратите внимание, что в этой программе не должно быть никаких строк подсказок «Введите, пожалуйста, число». Вот это все. Почему? Потому что там, как происходит проверка? Там есть входные данные и выходные. И ваша программа должна выдать такие точные выходные данные, какие выдает моя программа. Вот. То есть, если ваши входные данные с выходными не совпадают, то программа проваливается на очередном тесте. Вот. Поэтому, пожалуйста, следите за тем, чтобы у вас было все сделано так, как в примере. Многие из вас, кстати, обратили внимание на то, что в примере «Hello World» написано с маленькой буквы, а в программе был с большой. Ну, в общем, я поменял теперь на сайте и в проверялке везде одинаковые все. Извините. Иногда так будет, я иногда буду ошибаться в формировке, вы обязательно не указываете. Ну вот. На этом, собственно, повторение просьбного заканчивается. Заканчивается. Вот. И мы переходим к разговору о сегодняшнем, о том, что я хотел сказать сегодня. Ну, сколько успеем, столько и поговорим. Совсем чуть-чуть, мы об этом поговорим еще отдельно. Совсем чуть-чуть о питоновских модулях. Этот разговор мне нужен только о том, чтобы закончить разговор о типах данных, начатых в прошлый раз. Смотрите. Мы знаем, что в питоне есть такое понятие пространства имен, что любой объект является пространством имен. Да, вот какой-нибудь, там, не знаю, какое-нибудь число, оно уже пространство имен. То, что... Нет, это пространство имен локальное, где вы сами свои имена заводите, но само число это тоже пространство имен. Вот, пожалуйста. В нем есть методы, в нем есть какие-то, возможно, поля, ну, в общем, много чего. Встает вопрос, а нельзя ли самому организовать пространство имен, чтобы туда можно было чего угодно напихать? Ответ. Да, можно, причем двумя различными способами. Самый простой способ это положить все ваши объекты, положить некоторую программу, которая создает все ваши нужные объекты в файл, и потом этот файл проимпортировать. Сейчас покажу, как это делается. Берем, создаем файл. Ой, тут уже какой-то есть. Создадим другой файл. Значит, напишем что-нибудь типа переменная равняется единице. Определим функцию. Мы функцию еще не определяли, но почему бы и нет. От a, b a, b я сказал. Return a плюс b. Ну и хватит, пожалуй. Ничего интересного в этом модуле не будет. Вот такой модуль, который, обратите внимание, называется o.py. Так вот, если мы теперь запустим Python и импортируем этот модуль, скажем, import o.py 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 даже вот так. Вроде бы ничего не произошло. На самом деле эта программа выполнилась, и все объекты, которые вы создали, все имена, залипли в текущем namespace. Глядите. У нас есть теперь модуль o.o. имя o.o. Тип у него, я думаю, что модуль. А в нем лежит функция fun и переменная var. Ну и механизм инкапсуляции, про который мы уже говорили, нам вполне позволяет получить в нем доступ. Да? Что сейчас будет выдано? что это функция. Вот она складывает. Напоминаю, она складывает, что хотите. Все, что можно сложить, она складывает. DuckTyping. Да? В данном случае объекты можно складывать, значит, их можно складывать. Модуль. Естественно, помимо модулей, которые вы делаете сами, в состав питона входит примерно 200 модулей, которыми можно пользоваться. Из них нас интересует прямо сейчас. Мы не будем этим, к сожалению, заниматься больше, чем сегодня. Просто имейте в виду, что такое существует. Два модуля, которые позволяют производить вычисления с произвольной точностью. Помните вот этот пример, да? Нет у нас никаких вещественных чисел в природе, потому что вещественное число это предел некоторый. Ну, числа хранятся с некоторой точностью, у них есть монтиса и порядок. Этот порядок не такой уж, эта монтиса не так уж велика. Все, что туда за пределами монтисы вылезает, оно дает погрешность. При вычислении арифметических операций над числами с погрешностью эта погрешность каждый раз вырастает. теоретически может вырастать довольно сильно. Поэтому есть два модуля, один называется decimal, и в этом decimal есть какое-то количество функций, они же методы, про которые я сейчас распространяться не буду, потому что мы этим не занимаемся. но, если вы создадите элемент данных типа decimal, это фактически будет так называемое десятично-символьное представление. Ваше число, грубо говоря, будет храниться в виде строки цифр. А если число десятично хранится в виде строки цифр, то оно может быть сколь угодно точным. То есть, если мы скажем, например, вот так, а равняется decimal, и здесь обязательно именно строку один точка один, что, а, decimal точка decimal, пардон, а b равняется, а b равняется decimal точка decimal от 22, то он вот на этим, над этими а и б уже вполне можно производить операцию. Там есть какой-нибудь туинт. А, ну можно сказать просто инт. Нет, не инт, а флот. Флот. Вот, а можно так сделать? Можно. Видите, он уже будет один-один, но вот если складывать числа, если складывать числа якобы вещественные, то там будет нарастать погрешность. А здесь мы просто, смотрите, мы просто делаем, это просто строка, вы понимаете, да? Все алгоритмы вычисления, работа с десятичными числами, просто реализованы как преобразование соответствующих до этого будет работать ну на порядок медленнее, чем работа с обычными вещественными числами. Зато это будет работать вообще с произвольной точностью. Кстати, что будет, если написать вот так? А равняется дециму от 1.1. Ой, ну правильно, мы уже создали объект типа дешевой пластиковой имитации вещественного числа и заставили модуль децимул его преобразовать в свое представление. Он преобразовал. Вот. Так что, понимаете, да? Значит, вот довольно типичная работа с модулем децимул. Помимо модуля децимул, есть еще модуль фракшнс. Да. Да. Не знаю. Я думаю, что это управляемо. Вот если сюда поглядеть, там наверняка будет какой-нибудь какой-нибудь параметр Да-да-да-да-да. Вот, Макс Прек, да? Максимум Пресижн. Я думаю, что Макс Прек Пресижн то самое. Вот примерно такой же длины число. Давайте попробуем. Что? А, ну да. Точка децимул. Вот так, да? Даже меньше. В общем, это дело управляемое. Значит, что касается модуля фракшнс, только покажу. Это то, что называется действительные числа. То есть числа, являющиеся отношением целых. Ну, скажем, 1.25. Это 5 четвертых. Ну и дальше с ними можно опять-таки проделать всяческие операции. А в квадрате, например. Ой, нет. А, ну да, он умножит на 82. А в квадрате, например, 25-16. Это просто дроби. Вещественные числа, как вы помните, не вещественные, а рациональные, да? Я соврал. Рациональные числа – это просто дроби, отношение целых. Вот. Если вы напишите что-то типа фракшн с точкой фракшн от, допустим, что там было, 1.1, вы получите, конечно, страхолюзин. Ну, это вот подбор такими вот числами, которые действительно, которые определения действительно дают то, что у вас там лежит. Вот. А если вы напишите вот так, я думаю, получится все хорошо. О, 11-10. Все как у людей. Вот. Если ваша задача воперировать именно дробями, то бишь именно рациональными числами, модуль фракшн для вас. Чтобы закрыть тему мод... Не закрыть. Чтобы, как это сказать, отложить тему модулей, расскажу про несколько модулей, которые нам понадобятся в будущем. Это, естественно, модуль рандом. Он вам понадобится для того, чтобы, например, делать примеры, тестовать для ваших задач, когда они станут реально сложными. Ну, например, вот псевдослучайное число. Или какой-нибудь рандинт. От 10 до 100. Или там какой-нибудь рандрэндж. Читайте документацию, там все вам скажется. Когда у нас появится реальная необходимость пользоваться этими модулями, я про рандом отдельно расскажу. Это модуль, ну, скажем, SIS, в котором содержится очень много всего про питон. Ну, например, вот такой. Такая штука. Это каталоги, в которых могут храниться питоновские модули. Или вот такая штука. Это текущая версия питона. Ну, и там очень-очень-очень много всего. Вот. Это модуль OS, где хранится всякая проинформационную систему, например, работа с файлами. Это модуль, часто встречающийся, не знаю, RE регулярные выражения, ну, и так дальше. Короче говоря, в разделе документации по питону, ой, ну, хорошо, когда откроется, покажу. Есть список этих самых модулей, туда иногда стоит поглядывать, потому что это полезные штуки. Кроме того, в разделе документации по питону, собственно, в документации, в то, что называется, то, что называется library reference, там есть большая часть, посвященная описанию того, из чего состоят стандартные модулы. Вот. Медленно. Сейчас покажу просто, чтобы было ясно, куда тыкать. Вот здесь вот, library reference. Вот. Вот смотрите, тут будет описание стандартных типов, а вот пошли уже модули. Модули, 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 модули. Всякие интересные модули, мы про некоторые из них поговорим. Вот decimal наш знакомый и fractions. Ну, в общем, поизучайте. Возвратимся к разговору о типах данных. Ну, скалярные типы данных мы проходили уже в прошлый раз, и даже не совсем скалярные, а, скажем, комплексные. Вот. мы помним, что есть такая функция type, которая может определять тип любого объекта. не знаю, там, нон. Вот. Или там, как, в print. Знаем функцию print. Вот. не то функция, не то метод встроен. Определять тип любого объекта. Мы знаем, что существует такая штука, как преобразование типов. Мы можем написать, например, а равняется 1.2, и это будет real, флот. А написать int от а, и это будет объект типа int. Вот. b. да? b. Вот. Маленькая, маленькая, маленькая вкусняшка для тех, кому было неинтересно все это время. Функция type возвращает не строчку. Функция type возвращает не какой-то специально придуманный для нас объект, рассказывающий о том, какого типа то, что было. Функция type возвращает конструктор типа. Смотрите. t равняется type от, ну, допустим, 9. вот это ты, это что такое? Ты. Это int. Мы можем сказать ты от, ну, скажем, раз, два, три. И получится число. или ты от 1.234.5. Функция type возвращает собственно тот тип, какого типа объект. И с помощью этого типа можно делать такие же преобразования, так же, как вызывать его явно. Вот это одно и то же. я даже больше того скажу. Это вообще один и тот же объект. Ну вот. В принципе, это нам не понадобится для решения домашних заданий, поэтому, если у кого-то, значит, здесь началось помутнение, ну, попробуйте до этого еще раз в это вдуматься, но это не самое главное. Вот. Помимо данных типа known, в кто-нибудь счет достаточное количество скалярных данных разного вида, ну, например, вот такую, вот такая штука, ну, не знаю, там, not implemented. Это тоже такой объект. Типа not implemented type, я так думаю. Вот. Или вот такой объект, ellipsis. Кстати, мы его сегодня увидим, если успеем. Или какой-нибудь slice. А, slice это функция. Вот. Короче говоря, на этом я заканчиваю разговор о скалярных типах данных, потому что наша сегодняшняя главная цель это последовательности. Последовательности в питоне это почти все. Вот. Пространство имен, последовательности и словари. Ну, и duct type, да, и объектные модели. И все, и вот вам весь питон. Нет, еще итератор. Вот, еще итератор, но итератор это, в свой род, тоже последовательности. Про итератор мы поговорим уже сегодня. Я решил в плане эксперимента прямо сразу начать стератор. Собственно, с одним из видов последовательности мы встретились прямо сегодня. Он называется кортеж, он же тюполь. Задается он путем перечисления чего-то через запятую. Иногда, ну, скажем так, для 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 пущей точности это перечисленное через запятую лучше всего брать в скобки. Вот. То есть, если вы пишете что-то типа такого равняется там 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 и это вообще, говорят, то же самое как если бы вы написали вот так. Просто в некоторых случаях скобки нужны, иначе эти запятые разбредутся по разным синтактическим конструкциям. Ну, например, при вызове функции. Вот. Тип от этого LST у нас будет тюпль, как мы уже говорили. Сам этот составной объект тюпль может содержать объекты любого типа. Мы можем написать вот так вот. Что еще тут написать? Но он. Вот. Сколько элементов в объекте, на который ссылается MLST1? Четыре. Четыре. Вот функция лент, который нам это показывает. Что можно делать с нашими последовательностями индексируемыми? Тюпль, картаж является индексируемой последовательностью. Их можно индексировать. То есть, можно написать LST нулевое и получить нулевой элемент нашей последовательности. Или первое. Или минус первое. что будет, если напишу минус один? А, это другой, это вот этой. Да. Минус второе. Ну, давайте LST1 минус второе. Вы можете индексировать слева, вы сможете индексировать справа. Вот этот индекс 0, это индекс минус 1. Ну, чтобы не писать LST, Лен от LST, минус 1, вот это все. Пишите сразу минус 1 и не мучайтесь. Понимаете, да? 1. Нет, если индексирование вылезает за границы нашей последовательности, это ошибка. Смотрите. Индекс out of range. Вот. Индексирование это строгая операция, вы всегда можете сами предварительно проверить размеры вашего элемента с помощью операции с помощью функции LEN, поэтому в избежание каких-то вылетов за границы массива, вылетов за пределы операцию эту ограничить. Немножко про реализацию. Кортежи в Питоне это массивы идентификаторов объектов. Ну, мы знаем, что по идентификатору в Питоне всегда можно найти в пуле объектов собственно сам объект. Идентификатор всегда одинакового размера, там по-моему большое длинное целое какое-то такое. Соответственно, кортежи это просто массивы таких идентификаторов. Со всеми бонусами того, что можно делать с массивами. Линейный поиск, константная индексация, берем сотые, значит сотые, мы просто прибавляем к началу нашего массива 100 умножить на размер идентификатора, который всегда одинаковый. Вот. ID объекта. Вот. Такие вот, такие вот, вот. Просто принято называть кортежек еще константными списками. Если кто из вас изучал то, что называется linked lists, связанные списки, пилот, ссылка на следующий, вот эту всю ерунду, то ничего подобного в Питоне нет. Вот. Кортежи это самые обычные массивы просто произвольной длины. Что можно делать? Да, значит, что еще при конструировании кортежа можно себе позволить? Например, можно позволить поставить в конец запятую. Будет все то же самое. Нужно это, знаете, для чего? Чтобы, когда вы сдаете сложную структуру данных, ну, что-нибудь типа такого, ну, не знаю там. сложной структуры данных, например, кортеж, кортежи. Пишите там 1, 2, 3, 4, запятая, 5, 6, 7, 8, запятая, 7, 6, 5, 4, запятая, 3, 2, 1, 2, вот так можно сделать, да, давайте попробуем. Да, что ж такое, птинг, мое любимое слово. Вот. Я тут, это, вот. вот он его вывел, это всего лишь кортеж-кортеж. Внимание, штука. Я хочу добавить еще один элемент, еще один кортеж, в этот, в этот, в этот. Мне тут приходится, так, значит, надо здесь добавить запятую, запятую, если что-то вписать, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, значит, вот так. Так вот, если бы я делал вот так, то мне было бы все равно, какую я строчку удаляю, куда я вставляю эту запятую, вот. Поэтому запятая после последнего элемента, это вполне себе синтактически допустимая конструкция. А, это не то. Ой. О. Давайте попробуем. А, из одного элемента. Из нуля элементов это кортеж, да? Тюбль. А из одного нет. Это просто единица в скобочках. Поэтому надо написать один запятая, да. Вот такой вот, неожиданный, неожиданный. Ну и это гораздо лучше видно, да, что это именно, что именно кортеж, да, мы им как бы написали. Вот. Что можно с этими кортежами делать? Ну, поскольку это последовательности и последовательности нумеруемые, то мы вполне можем их, допустим, складывать. Да? А плюс Б. Что при этом происходит? Берется объект, на который ссылается имя А, берется объект, на который ссылается имя П, выполняется операция конкатенации. Мы помним, что в питоне, если у соответствующего объекта есть метод А, то сложение возможно, а он есть. Давайте посмотрим. Ну, не А, а А, Бла-бла-ад. Вот он. Бла-бла-ад, Бла-бла-бла. Вот он. Если такой метод есть, значит, складывать их можно. Все. Другое дело, это сложение может не случиться, и мы не можем сказать, мы не можем сказать А плюс 5. Он говорит, так, нет, мы тут с кортежами можем только кортеж складывать, а вы тут целые пытались прибавить. Не-не-не. Ну, так вот, поскольку метод есть, он вызывается, и они складываются прекрасно, и получается у нас новый кортеж. Вот. Новый кортеж, новой длины. Изменить кортеж вы не можете, то есть индексирование кортежа это возможная штука. А, индекс out of range 2. Вот. А поменять его на какой-то другой элемент вы не можете. Вот у нас кортеж. Внимание, вопрос. А если я напишу вот так вот, плюс равно, ну, допустим, там, не знаю, что произойдет? Модифицируется ли объект А? Правильно. Значит, А это вообще имя. Эта операция, это то же самое, что А равняется А плюс вот этот самый кортеж. Это в свою очередь означает, что мы просто возьмем то, на что ссылается имя А, возьмем новый созданный объект Ку-Ку-Ку, сложим их, получим новый кортеж и свяжем их именем А. Да, тот объект, который был просто 7654, он, возможно, даже и существовать тоже перестал. А начал существовать новый совершенно объект и у него новый идентификатор, у этого такой, а если мы напишем еще раз, то у него уже будет идентификатор другой. Видите? Вот. Так что все в порядке, кортежи совершенно неизменяемые объекты и с ними все хорошо. Что еще можно делать с объектами? Из них можно, с последовательницами, в частности, с кортежами, из них можно вычленять подпоследовательность. Так называемое секционирование или слайсинг. Вот смотрите, вот у нас есть прекрасный объект, а давайте мы возьмем у него подпоследовательность, ну, например, с первого номера до третьего, причем первый индекс это начиная с которого, а последний индекс это не включая который. Это довольно четкое правило в питоне. Первый индекс включается, последний не включается. Такой полуинтервал. Вот. Что сейчас будет вывезено? 6, 5, да, совершенно справедливо, потому что нумерация начинается с нуля. Вот. 6, 5. Если мы напишем вот так вот, допустим, тут, ну, допустим, 7, 3, такая, такой слайсинг возможен, просто получится пустой, пустой кортеж. То есть, никаких специальных утверждений, там, мы вышли за какие-то рамки чего-то не выдается. Вы захотели взять элементы от 7 по 3, причем увеличивая индекс? Ну, вот, таких нету, о чем, собственно, вам и вернулась диагностика. Если сделать, допустим, от 3 до 100 500, наше любимое число от 100 500, то, опять-таки, в отличие от индексирования, которое строго, здесь не будет выдана ошибка, так уж устроена логика, просто будет до конца. То же самое произойдет, если вы вместо непонятного большого числа просто опустите вторую часть в секции. Умолчание второй части приведет к тому, что у вас будет отсюда и до конца, отсюда и до обеда. Смотрите, минус 1 помните, что такое? Это последний элемент. Нет, для этого нужно указать еще шаг. Для того, чтобы начать с последнего или там откуда-то идти в обратном порядке, вам нужно в операции секционирования указать еще шаг. Плохо понятно. Давайте мы А по-человечески сделаем. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Седьмого элемента кстати нету, но, как я уже говорил, операция секционирования не проверяет, она просто не берет те элементы, которые в индексы не входят. и мы, соответственно, взяли с седьмого до третьего с шагом минус 1. Раз, два, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отсутствует. Значит, 6, 5, 4. Третий не включается. Вот они и есть. Получается, через облицательное число нельзя, мы будем делать на мусорке через шаг я не очень понимаю вопроса, вопрос был такой, через отрицательное число делать нельзя, вот это нет, ну конечно можно, вы хотите сказать вот так вот, от минус 1 до 0, с шагом минус 1, пожалуйста. Без шага у вас по умолчанию шаг 1, так? И первый индекс больше 2, соответственно, результат будет пустой, пустой, пустой картинка. А разве у нас один не последний число? Еще раз. Давайте так, давайте, давайте внимательно к этому отнесемся. Операция индексации включает в себя единственный элемент, это, собственно, индекс вашего объекта. Операция секционирования может включать в себя два элемента, а может три. Если их два, то это начало, конец, а если их три, то это начало, конец и шаг. Шаг, кстати, может быть вот такой. Ой, минус 2, извините. Вот. Или, скажем, от начала до, допустим, пятого элемента с шагом 3. Пожалуйста. Начальный элемент, следующий элемент, а этот уже не входит, потому что он шестой, потому что он пятый. Нет, он шестой. И этот, ну вот, не входит. Обратите внимание на умолчание. И вот такая вот конструкция, которую еще можно назвать микробояном. Она возвращает нам весь исходный, возвращает нам копию исходного, копию исходного кортежа. Вот. Кстати, такой вопрос. Смотрите, вот у нас была такая конструкция, сейчас я ее вспомню. Вот она. Она переворачивает, она переворачивает нам кортеж задом наперед. Весь? Не весь. У нас последний, он же первый, да, у нас вот тот элемент, который в самом начале туда не вошел. Как сделать так, чтобы он вошел? Мы не можем ставить туда минус один, мы не можем сделать меньше, чем ноль. Да, совершенно справедливо. Единственный способ это использовать умолчание. Если шаг у нас отрицательный, то умолчание означает до самого начала. Ну, собственно, здесь тоже можно, наверное, убрать. Вот этот баян побольше, еще есть минус единичка. Вот. Вот все эти вообще волшебные эти хитрости, да, там, откуда, куда, с каким шагом, не часто нужны при работе с такого рода типом данных. Как правило, кортежи используются по их прямому назначению, хранению последовательностей. Вот. Даже какие-нибудь четные величины, и то далеко не всегда вы захотите из них извлекать. Тем не менее, все вот эти конструкции над этими объектами вполне возможны. Вот. Мы с вами уже выяснили, что есть, например, есть, например, функция лент, которая вычисляет длину. Ну, вот. Кстати сказать, я сильно подозреваю, что она на самом деле вызывает соответствующий метод. Вот он. Вот. Это вообще довольно общая картина в питоне. На самом деле, все, что можно сделать с вашими объектами, записано у них в метод. А все, что нельзя, не записано. Нету метода лент, значит, нельзя вычислить длину. Есть лент, значит, можно. Вот. Мы об этом, кстати, сегодня поговорим еще, если успеем. А что-то я такое нажал, что у меня панелька уехала. Это, конечно, очень красиво. А, F11, наверное. Понятно. Ну, давайте заставим так. А, нет, не давайте, я времени вижу. Вот. Значит, что еще можно делать с нашими кортежами? А у них, вот смотрите-ка, у них довольно много разных интересных методов. А, их ровно два. Вот это все методы системные, которые на бла-бла начинаются. Как правило, они связаны с, ну, вот этот метод, например, связан с преобразованием в строку. Когда мы говорим, не знаю, принт от кортежа, то вот вызывается либо этот метод, либо еще репр. Есть репр? Репр. Вот это. Вот. Там, ну, эти методы связаны с сравнениями. Вот какой-нибудь ГЕ, это great nickel, да, то есть операция сравнения. Ну и так дальше. Вот. А вот два метода, которые не начинаются на бла-бла, это метод count и метод index. Делают то, что мы, в общем, думаем от этого ожидать. Index показывает нам номер элемента, имеющего, ищет элемент и показывает его номер в нашей последовательности. Вот он, номер 4. Раз, два, три, четыре. Вот он. Да? Ноль, один, два, три, четыре. Элемент 89 содержится в нашем кортеже А и имеет номер, и имеет индекс 4. Кстати сказать, если мы дадим несуществующий элемент, то метод индекс выдаст ошибку. Вот. Для того, чтобы проверить, существует ли элемент, наличие стоит ли элемент в последовательности, есть функция, есть операция in. Вот. Это пишется так, ну что-нибудь типа 80 in а нам выдаст false, а 89 а нам выдаст true. Обращаю ваше внимание, что и метод индекс, и функции in имеют, и операция in имеют линейную сложность. То есть если у вас такой изрядная последовательность на миллион, скажем, элементов, то миллионный элемент найдется в ней за миллион сравнений, имейте это в виду. То есть это не волшебное выскакивание чего-то из последовательств. Там будет проводиться столько сравнений, сколько длина. В среднем полмиллиона. Вот. Операция имеет линейную сложность. Ну собственно вот. Да, то, что мы можем делать. Да, я забыл сказать, что мы можем их умножать. Там есть метод mu. Вот он. Это значит, что кортежи можно умножать, ну например, вот так. Ничего удивительного, это просто последовательное сложение. Что? Степень в степень возводить возводить нельзя. Я думаю, что нельзя. Нет, слушайте. Смотрите, кортежная такая примитивная последовательность, она не является вектором. Вот. С ней все проще. Считайте, это такой массив. К вопросу одекартового произведения о настоящих, настоящих, я тут показываю кавычки, в кринкасте не видно, настоящих массивах и всем остальном, есть такой модуль, интересно, он установлен? импорт. Нет, не установлен, сейчас установим. Есть такой модуль лумпы для математических вычислений в питоне. И в нем как раз реализованы гораздо более привычные математику массивы, то есть массивы определенного типа, массивы, которые ведут себя как матрицы, массивы, которые удобно задавать красивыми путями, массивы, матрицы, с которыми можно делать всякие матричные операции, декартового произведения, векторное произведение, еще чего-то. Потому что я не вполне уверен, что то, что у меня скачается, ну, понимаете как, PIP это всегда самая свежая версия. Мало ли что. Ну, в принципе, в нумпы я уверен. Я точно знаю, что когда я ставил из репозитория из нашего, из альтового нумпы, он работал. Второй ответ на этот вопрос следующий. Я, честно говоря, не знаю, вполне возможно в этом модуле есть бинарная составляющая. В этом случае вероятность того, что скачанная из интернета в бинарная составляющая будет работать ну, как-то не так, как вы хотите, есть. Хотя и не очень большая. Давайте, кстати, проверим, раз уж вы спросили. Я думаю, что там будет отсылка к LibMath как минимум. Вот она. бинарная составляющая раз, бинарная составляющая два, в общем, их там в количестве. Вот это всё в библиотеке Charred Object. Соответственно, будучи скачанным из интернетов, это с довольно высокой вероятностью заработает, но фиг его знает. Это, по крайней мере, часть дистрибутива, я точно знаю, что она работает. Динамическая природа Питона где-то там в операционной системе я поставил модуль и всё, можно сделать импорт. Ну вот, соответственно, давайте мы, значит, заведём какой-нибудь массивчик. A равняется numpy.array Ох, тут сколько rf-то. Ну, да какая разница, ему всё равно. Вот. И принципиализируем мы что-нибудь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, что там, восемь, семь, шесть. По-моему, так. Во. У, смотрите, кого он красиво выводит. Не то, что некоторые. И вот в этом самом, в этой настоящей матрице, которая лежит в модуле numpy, есть бесчисленное множество всего, что можно с ней сделать. мы этим заниматься не будем, по крайней мере, в этом семестре. Вот. Ну, его, например, можно транспонировать. Хряп. Можно, да? Но только с помощью хитрой хитрости. А что, прям так? А, ну, это да. Мы до этого ещё дойдём, до звёздушки. Зачем я вообще про это вспомнил? Я, знаете, зачем про это вспомнил? В питоне есть несколько способов секционирования объектов, в том числе один, который не применим ни к одному стандартному объекту питона. Механизм секционирования есть, но в базовой поставке, вернее, в исходной поставке, он ни к чему не применим. Это так называемый эллипсис. Помните, у нас был такой тип данных эллипсис. Кстати сказать, в питоне есть ещё три точки, они тоже эллипсис. Вот. Так вот, вы можете секционировать, вы можете вызвать операцию секционирования таким образом, а квадратные скобочки это либо операция индексирования, либо операция секционирования, что в ней будет упоминаться эллипсис. И ни один стандартный объект питона на это не отреагирует, он скажет, что это ошибка, что он не понимает, что с этим эллипсисом делается. А вот пресловутый array как раз это сделает. Мы, например, можем написать array, ну, то есть, а запятая, ну, скажем, второе. И он нам выдаст второй столбик. На чем я заканчиваю рассказ, практически не начатый рассказ о модуле Нумпы, но всячески обращаю на него ваше внимание. Я надеюсь, если в следующем году мы найдем специалиста, который хорошо все это знает, то у нас будет лекция прям про Нумпы отдельная, специальная, посвященная как с помощью или даже не только по нему. В общем, по всякой математике Питона. Ой, я даже знаю такого человека. Я знаю такого человека, он нам расскажет про математику в Питоне. Вот. Такие дела. Вы не можете применить вот эту операцию к, допустим, списку. Ну, ладно. Короче, не можете. Верьте мне. То есть, синтаксически конструкция верная, а при попытке ее выполнить он скажет, да нет такой операции, ничего не знаю с эллипсисом, сделать не могу. Так. у нас осталось 15 минут, но в принципе важных тем всего две. Помимо кортежей или вот, пышных массивах в Питоне довольно много объектов, являющихся последовательностями, но в стандартном Питоне как минимум еще есть настоящие списки модифицированные, не константные, есть словари, которые тоже могут быть последовательными, файлы являются последовательными и так далее. последовательности это либо индексируемые объекты, то есть такие объекты, у которых есть уникальный номер каждого их составляющего, либо перечислимые объекты, то есть такие объекты, в которых можно указать сначала первый, после этого получить второй, после этого получить третий и так далее. И то и другое является последовательностью. Для того, чтобы унифицировать работу с перечислимыми и индексируемыми последовательностью, в питоне введен такое понятие протокол итератора. Вы можете изготовить из любой последовательности, будь она индексируемая или перечислимая, изготовить из нее итератор. Делается это так, ну, например, да что ж такое? Давайте выйдем отсюда, выйдем отсюда. И равно сначала давайте какую-нибудь последовательность изобретем. допустим, тут ошибочка, напишем вот так, какая вам разница. А это удалимый, это слишком большое число. Вот, с. Можем написать итератор равняется итер от с. Это итератор. Итератор обладает всего полутора свойствами. Главное его свойство, к нему можно применить функцию next от it. И она будет выдавать очередной следующий объект из той последовательности, из которой вы изготовили итератор. Для этого та последовательность, из которой вы изготовили итератор, должна быть либо индексирование, но должно быть, у него должен быть метод get-itim. Сейчас посмотрим, есть такой метод get-itim у s. Да есть он, вот он. Вот он. Если есть метод get-itim, это то же самое, что операция индексирования со скобочками. Если такой метод есть, значит, вы можете определить, и есть метод len, значит, вы можете определить длину последовательности, и вы можете пройтись по нулевому, первому, второму и так далее, последнему элементу этой последовательности. Значит, из него можно изготовить итератор, что, собственно, нам и сделала вот эта вот строка, изготовила из нее итератор. И второе свойство итератора состоит в том, что, когда последовательность заканчивается, он вызывает исключение под названием stop iteration. Что такое исключение, мы сейчас обсуждать не будем сейчас, мы будем обсуждать ближе к концу семестра. Но, в общем, если вы знаете какой-нибудь другой язык программированный, типа JALSEY++, еще чего-нибудь, вы помните, что такое исключение. В питоне исключение это просто такой способ управления вычислительным потоком. Не более того, это никакая не ошибка, никакая не исключительная ситуация. Это просто способ управления вычислительным потоком, когда исключение возникает в одном месте, а обработка его происходит в другом. Вот. Соответственно, возвращаясь к нашему итератору. Вот этот самый итератор вызвал исключение stop iteration. Кстати сказать, теперь он так и будет это делать. Потому что последний закончен. Вот. Если вы хотите перезапустить все это безобразие сначала, сделайте новый итератор. И опять пойдет то же самое. Бабах! Stop iteration. Почему я сказал, что итератор обладает полутора свойствами, а не двумя? Ну, чисто теоретически он может не возвращать stop iteration никогда, может быть вечно. Почему бы и нет? Если нам хватит времени, а если не хватит, то в следующем семестре мы будем отдельно говорить о частичных вычислениях, о работе с бесконечными последовательностями, о модуле итертуз, вот об этом все. Вот. Он не обязательно заканчиваться должен. Но если он заканчивается, все хорошо. Второй способ, как я уже сказал, либо у вас должен быть метод get item, либо ваш объект прямо должен предоставлять метод подчеркни-почеркни-почеркни-почеркни-почеркни-почеркни-почеркни-почеркни-почеркни. Был цикл while, пардон. Но в питоне есть еще один цикл, это цикл for. И цикл for устроен следующим образом. Вы пишете for, дальше идет в простейшем случае имя, ну скажем, c, in, дальше идет любая последовательность, из которой можно изготовить итератор, любая итерируемая последовательность. Ну скажем, наш тюпль. Да, там точечка. Че еще? Не знаю. Дальше идет двоеточие, дальше идет indented block, в котором вы говорите принт или что-нибудь еще, тело цикла. Цикл for, это цикл прохода последовательности. В простейшем случае у него после слова for идет одно имя. В принципе, их будет, может быть, много, если у вас в последовательности содержится подпоследовательность, их надо распаковывать. Боюсь, что мы про распаковку сегодня уже не успеем поговорить, тогда поговорим в следующий раз. Вот. Так вот, вы пишете примерно вот такое. Ну, обычно так не пишут, конечно, это я, это сборная солянка, просто для примера. И у вас на каждом обороте цикла происходит связывание соответствующего элемента этой последовательности именем, который вы указываете здесь. Таким образом, у нас получается ну, нечто существенно более крутое, чем цикл со счетчиком, но в числе прочего можно и цикл со счетчиком организовать. Для этого надо сделать что? изготовить последовательность, которая будет считать, откуда мы хотим, докуда мы хотим. Такая последовательность имеется. Это объект под названием range, так называемый range object. Ну, скажем, от 10. по умолчанию от нуля до 10, конечно. Этот range object можно отлично использовать в цикле, написать for e in r print r o i Обратите внимание, что там все как надо, что этот цикл выполнился 10 раз, как и полагается. Да? Значит, что у нас происходит? Введется этот самый range object, который представляет собой что? Просто последовательность от нуля до 10. Ну, скажем, третий его элемент равен чему? Трем. А нулевой элемент равен нулю, вы знаете. А десятый элемент ничему не равен, потому что их 9. Вот. В отличие от, скажем, тюпля, кортежа или списка, range object не хранится. Он вычисляется. Ну, любой школьник может вычислить n элемент такой последовательности. Боль того, range object может быть даже хитрый какой-нибудь. Вот. Допустим, от 100 до 10 с шагом минус 5. Так какая разница? Range object. Да? В цикле for та последовательность, которая стоит, которая стоит после in, превращается в итератор. Разумеется, range object и есть итератор. Ну, вот. Сейчас давайте посмотрим, кстати. У него есть метод итер. Этого вполне достаточно. Впрочем, метод get it у него тоже есть. Вот. После чего вы проходите поэлементно эту последовательность, и каждый ее элемент связывается с тем именем, который остается в цикле. Очень удобно писать что-нибудь for in range от pc и дальше там tralivary. Блин. Вот вам цикл со счетчиком. Как он есть. Кстати сказать, во втором питоне range object был списком. Range возвращал список. Так что для каждой цикла приходилось заводить целый список. Ну, это, конечно, было, ну, немножко оверкил. И в третьем питоне это поменяли. Напоминаю, что цикл for нужен для циклического прохода любой последовательности. Ну, например, строка тоже является последовательностью. Ну, print. Да могла и сама догадаться. Вот. Последовательностью являются файл, словарь, множество, по-моему, тоже являются последовательностью. Не помню. Давайте проверим. Оно же не упорядочено. Может оно являться последовательностью? Я думаю, что да. Является. Является просто порядок хранения элементов в множестве неопределён. Про множество мы поговорим. Ну, я хотел поговорить сегодня, но мы опять-таки не успеваем. У нас было довольно большое повторение. Поэтому поговорим в следующий раз. Вот. Вот вам, пожалуйста, вот вам, пожалуйста, значит, как писать программы с циклами. Ну, чтобы не писать, ну, смотрите, тут вопрос такой немножко мутноватый. Конечно же, правильно писать инициализация, проверка условия, тело, изменения. Но если у вас цикл со счётчиком, то всякому ясно, что такое инициализация. Это обнуление счётчика. Выставление его в начальное значение. Всякому ясно, что такое изменение. Это прибавление к счётчику шага. Всякому ясно, что такое проверка условия. Это проверка на выпадение счётчика за предел. Поэтому цикл форм в рейнже отлично работает, как цикл со счётчиком. Кстати сказать, рейндж-обжект может быть вполне себе неправильный. Например, от 10 до 3 рейндж-обжект существует. Никакой ошибки в том, что такого же создать нет. Просто итератор от него будет сразу пустой. Ну, очевидно. Кстати сказать, вы можете преобразовывать любую последовательность в любую. Потому что для этого достаточно её пройти циклически и создать из неё. Ну, смотрите, вот у нас есть, допустим, какой-нибудь рейндж от 10 до 15, если мы скажем от него тюпль, то мы получим уже настоящий кортеж, который будет состоять из чисел от 10 до 15. Не знаю, кстати, в обратную сторону можно сделать, я думаю, что нет. Но хранимую последовательность получить из вычислимы как нечего делать. Берём и говорим, создай мне, пожалуйста, кортеж из вот этой последовательности. Ну, кстати сказать, раз уж мы, раз пошла такая пьянка, то можно, например, и из строки создать. Прошли строку поэлементно, создали из неё, создали из неё кортеж. Я думаю, что она скажет в скавычках рейндж 10,15. Давайте проверим. То есть будет сделана совершенно другая картина. Будет вызвано представление данного объекта в виде строки, метод репр, и он сработает. Вот. То есть строка вообще такая довольно извращённая последовательность, мы про ней будем говорить отдельно. А если перед эстертибайз и пипа, то получится? Пошли эксперименты. Это радует. Получится то, что было, да. Получится рейндж-обжект. Самый настоящий. Всё так. Что? Ой, мама, слушайте, давайте не будем, а? Осталось 3 минуты на всё. А я ещё хотел поговорить немножко про ещё один вид вычислимых последовательств и на этом закончить лекцию. Есть ещё один вид вычислимых последовательств, он называется enumerate. Enumerate нужен тогда, когда вам хочется... Смотрите, у нас цикл, вот этот for, может быть, например, по индексам, смотрите, for, for, i, in, len, от, от, а, а это что? Это range. Ну, скажем, не знаю, там, а равняется for, i, in, len, от, а, 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 и, т. Что? In range, конечно, я тормоз. Не так? Вот так. Вот. Казалось бы, всё как надо, только в питоне так никто не делает. Не надо лишний раз выполнять операцию индексирования, когда у вас есть проход циклом. Пишите вот так. Согласитесь, это намного короче. Зачем лишний раз брать индекс, а потом индексировать? Но, более того, я скажу, что это ещё и медленнее. Да? Смотрите, у вас происходит связывание именем и объекты, вы ходите прямо к нему. А когда вы ходите, вы пилаете операцию индексирования, ну, хорошо, в списках она довольно, довольно быстро. Вот. А если это какой-то хитрый индексируемый объект, у которого индексирование оно такое вот такое, вот такое, долго чего-то жует. Гораздо лучше, гораздо лучше прямо по итератору пройтись один раз и всё. Но вам может захотеться иметь одновременно и элемент, и его индекс. И чтобы опять не городить вот этот range, обнуление, вот всю вот эту катавасию, есть такая штука, которая называется enumerate. Вы можете написать так. For a in, не a, ну, скажем, e in, enumerate возвращает пары индекс, запятая очередной элемент. Идея стоит в том, что вам не нужно этот индекс вычислять, он приедет вам бесплатно. На следующей лекции я покажу, как его ещё распаковать, разложить по переменам, ну, я думаю, в смысле по именам, но я думаю, вы и сами знаете. Да, просто вместо e написать и запятая е, у вас в и приедет первый элемент, а в e второй. Ну, мы про распаковку поговорим в следующий раз, просто времени уже нет. Enumerate бывает нужен для эффективности, и бывает нужен для того, чтобы не городить вот всех этих range, обнулений и всего остального, что просто немножко засоряет код. Так всё-таки читается, вот если вы понимаете, что здесь написано, вот так читать удобно. Значит, в домашнем задании, оно у меня ещё пока не целиком сделано, вот, в домашнем задании будет одна вычислительная задачка, просто очередная на E-VAL и сравнение, одна задачка на волшебную перетасовку кортежа, вот со всеми этими самыми слайсингами в обратную сторону, вот это всё, вот, одна задачка просто на вложенные циклы, какая-нибудь не очень умная, и одна задачка похитрее на последовательности, ну что-то вроде, ну не знаю, ну там, ну не знаю, обычно я даю второй максимум, но мне уже надоело, ну что-то вроде второго максимума, да, ну просто, чтобы немножко подумать над тем, вот, как в цикле что-то поделать в последовательности. Вот, на этом всё, значит, домашние задания будут завтра, есть какие-то вопросы, задавайте.